Девушки отдыхают Ну вот мы вчера, друзья, если помните, эту тему подняли, так сказать, ну поорали друг на друга, но дальше вот от такого уровня содержательности тема не пошла, потому что помнишь нам нужен еще один человек, который немножечко в ней разбирается еще даже лучше, чем мы. Почему мы Антона и позвали? А тема очень простая, вчерашнее торжественное заявление Митрофанова, да, о том, что все, ребята, поигрались и хватит, а отныне, значит, с интернет-свободой мы покончили, или покончим вот-вот. Вот, и, понятно, первая реакция, это, конечно, ну да, ага, сейчас, конечно, а вторая реакция, а с другой стороны, действительно, что-то же с этим делать надо? Ну, конечно, что-то надо. Я вынужден все начать с конца, то, что можно было сказать в конце передачи, я все-таки скажу в начале, и чтобы был понятен вообще градус нашего разговора. Алексей Валентинович Митрофанов является профессиональным депутатом и профессионально возглавляет всяческие там комиссии, в данном случае. И комитеты. И комитеты там вот по информационной политике и бла-бла-бла. Поэтому он абсолютно не является человеком хоть как-то либо специализирующимся в интернете, то есть, наверное, он умеет пользоваться электронной почтой и знает, что такое браузер, но дальше вот понимания, как работает эта структура, у него нету. Но вот прождать громкие высказывания про то, что вот сейчас мы всех закроем, все закончилось, это он умеет профессионально и, естественно, добивается своих успехов. Откуда такое понимание и знание основ интернета у Митрофанова? Нет, Антон Атону говорит, что у него их нету. Я вот и говорю, что... Откуда вы-то знаете? Ну, как бы он-то... Нет. Откуда вы знаете, что Митрофанов обладает таким объемом знаний? Нет, таким объемом знаний, который вы рисовали. Так это понятно из высказываний, потому что, смотрите, все достаточно просто и очевидно. Лучший способ вызвать новость сейчас, сказать, знаете, мы всех закроем, все запретим, интернет зло и там одна порнография. Дальше это тут же идет подойдет новости, хотя технически, технически, вот сейчас, вы знаете, работает черный список, я думаю, мы его обсудим, высказывания Роспотребнадзора о том, что самоубийство и вообще все эти тексты, они очень неоднозначные, плодятся, и бедному Роспотребнадзору все тяжелее и тяжелее, среди миллионов сайтов, да, все это контролировать, и как бы, а по факту все как бы работает. Ольга у нас вчера приводил пример китайского фаервола. Великий китайский фаервол. Да, который обходится одной кнопкой, и по большому счету стоит все-таки, сравнивая Россию и Китай, понимать, что в массе своей Китай коммунистическая страна, где все в массе своей, ну, как бы, погружены в этот контекст, но есть чуть-чуть вот оппозиционеров, которые прекрасно пользуются одной кнопочкой. Погружены в контекст, то есть разделяют... Да, 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 и их как бы не особо волнует. Но ведь дело не в коммунистичности, их партии, предположим, если нас напугать, как следует сказать, ребят, ну, предположим, если мы поверим, да, у нас есть основания поверить, например, друзья, из интернета сочится, а, порнография, б, всякой мерзости и наркотики, ц, всякого рода экстремизм, и то и другое будет с некоторой натяжкой, в общем-то, правду. Насчет сочиться, может быть, можно другой глагол подобрать, но то, что все это там есть, это правда. И вот мы это говорим, 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 убеждаем людей, даем им в качестве примера пару сайтиков, это тоже за этим дело не станет, и люди начинают разделять. Как в Китае, это не на коммунистических основаниях, а просто на общегуманистических. Такое может быть? То, что прикрывается общественным мнением, что, естественно, если, давайте вот сейчас устроим опрос, даже вот между нами, четырьмя, и спросим друг друга, скажите, пожалуйста, вы хотите, чтобы в интернете было насилие, пропаганда и, не знаю, и поощрение? Все из нас скажут, нет, конечно, мы этого не хотим. Ну, это пассивно не хотим. А если продолжить опрос сказать, друзья, хорошо, а вы готовы, чтобы всей этой гадости не было, хоть какое-то небольшое маленькое усилие приложить? Как мы ответим? Ну, наверное, небольшое маленькое, если вы еще денег не будете просить, то, наверное, готовы. Скажем мы, скорее всего. А если я спросил, для этого тебе придется поступиться частью своих свобод? Далеко не все ими пользуются. Да давайте последовательно. Итак, немножечко, чуть-чуть маленькое усилие придется, чтобы всей этой гадости не было. Как мы ответим? Конечно. Конечно. И все прикладывают такие усилия, потому что, если вы заметили, в местах общественного обитания людей, то есть социальные сети, еще какие-то есть, большая кнопочка, везде есть, пожаловаться. И этой кнопочкой пользуются, и во всех компаниях, которые обслуживают нас, сидит толпа модераторов, удаляют этот контент, и это все работает. По большому счету, ни у кого обычно не возникает претензии, что там какие-то есть проблемы, потому что достаточно быстро все удаляют. И с этим-то мы справляемся. Как же делает государство в данном случае? Государство идет, находит какой-нибудь сайт, который не нравится, причем по каким-то причинам не очень понятно, вносит его в черный список, и этот сайт, подчеркиваю, не работает у какого-то процента пользователей российского интернета. Потому что технически все так устроено, что запретить вообще нельзя. Это первый момент. Второй момент. Как только мы узнаем, что какая-нибудь неочевидная вещь заблокирована, что делают все пользователи? Идут смотреть. Идут смотреть. И плодят ее, чтобы посмотрели другие. Да, и такого интереса к тематикам, заявленным как запрещенными, не было, отродясь в интернете, потому что весь этот интерес придумало в данном случае государство. Тем самым побуждая людей ходить и смотреть, а что там же, собственно, запрещают. Ну, сама концепция, это контроль государства над интернетом, она же правильная. Здесь же спорим глупо. Концепция, некое намерение контролировать эту сферу. Есть некая сфера. И вот, значит, вдруг выступают юные, красивые, эти самые, креативные ребята, говорят, слушайте, вы, конечно, контролируете все, кроме вот этой части, вот этой зоны. Почему? Ну, почему? Ну, как же так-то? Ну, почему закон должен быть действовать как на земле, так и в виртуальном пространстве? Так и на небе, и в море, и в интернете, или нет? Да, но, во-первых, частично законодательство вполне заточено для того, чтобы с этим сражаться как-то, потому что, грубо говоря, как вот есть закон о СМИ, и любой СМИ, имеющийся лицензию, подчиняется правилам. Есть закон о связи, есть лицензии на предоставление телематических услуг и так далее, и там есть куча-куча всего, что как бы позволяет оригулировать эту отрасль. Есть другая тема, что мы не можем пойти в другую страну и там оригулировать. Да, не можем. Не можем. Трансграничность, так называемые. Да, трансграничность. Трансграничность, и тут засада, вот если взять наркотики, как вы знаете, там есть Голландия, есть США, там Калифорния, есть множество стран. Да, в них было даже Прага. Да, есть в конце концов Прага, где это или легализовано, или к этому относятся спокойно и так далее. Это законно, всё, абсолютно правильный закон. А тут бац, в России это незаконно, и если вы посмотрите, половину там сайтов сейчас заблокировали. А решит ли это проблему с тем, что молодые люди захотят попробовать, не знаю, вырастить или ещё что-то? Не решит, потому что получается так, мы сейчас закроем интернет, и все перестанут ругаться матом, вообще уровень самоубийств понизится. Как будто бы это и есть проблема. По крайней мере, мы покажем этим людям, что педофилия, сатанизм или что там, суициды, что мы, по крайней мере, покажем им своё отношение, мы будем вести борьбу с этим до последнего. Мы государство. Да. И здравое общество, которое согласно с тем, что нужно такую же чушь запрещать, мягко говоря, чушь. Вот смотрите, я не совсем про интернет, но как вы думаете, профилактика самоубийств детских, это же воспитание в первую очередь, это уделение внимания детям, людям, какие-то вещи. Это в первую очередь вот это, а не пойти и закрыть там какие-то абсолютно безобидные ролики за попытки там вот написать там, убей себя об стену, будет рассматриваться вообще как попытка на там призыв... Призыв к самоубийству. Призыв к самоубийству, но по идее, да, автор выявил яду, всё вот это вот. Намерения абсолютно благие, мы все согласны, что с этим надо как-то что-то делать, но то, как это делается и каким образом это делается, это вызывает, ну, смех. Подожди, а вот что касается благих намерений, потому что есть тоже две точки зрения на этот счёт. Первая точка зрения, что да, благие намерения, но люди, выросшие, так сказать, в другом мире, они подходят со своими, значит, ломиками и граблями к интернету, пытаются, значит, регулировать вот этими привычными инструментами. А другая точка зрения, что люди всё прекрасно понимают, но есть простой путь, так сказать, лёгкий и очень рентабельный, в смысле резонанса в том числе. То есть ты всё запрещаешь, и у тебя есть, а, тавиорды до конца жизни, слава борца со всякими гадостями, да, а, б, это бесконечная работа, ты же борешься, а они плодятся, а ты опять борешься и так далее. Так вот, соответственно, люди это делают не по доброте душевной, не из чистых побуждений, а чтобы имитировать реальный труд, потому что, как ты говоришь, организовать внимание ко всем этим людям гораздо сложнее. Это сложнее, и, ну, смотрите, регулирование интернета, это, во-первых, цитируемость любая, потому что любой чиновник, который занимается интернетом, тут же попадает в новостные сводки. Это очень удобно. Сказал, вы знаете, сегодня мы проверим блогеров, которых пять штук в России, на то, как они платят налоги, и тут же, естественно, все блогеры написали всё это. Во-вторых, это, естественно, деньги, потому что, ну, выделяются какие-то же на, там, все эти чёрные списки, существуют всякие фонды, как-то всё оперируется, и всё там какая-то борьба за власть и за влияние есть. Ну, быть в тренде-то полезно. — Быть в тренде полезно, да. — Так что тут мотивация понятна. — А скажи, вот интернет сейчас, это интернет, как бы сказать, стал уже полноценной, вот, частью, даже не то, что полноценной, а стал доминирующей частью медиапространства, о чём все предупреждали нас ещё десятилетия назад. Ну, все друг друга говорили, что сейчас, вот он, так сказать, ток-ток, а вот будет, когда он будет доминант, а всё остальное будет, так сказать, бесплатными приложениями. Вот интернет уже главное? — Интернет, безусловно, главное, но насчёт медиапространства я хочу сделать маленькую поправочку, которая очень важна в данном случае. Смотрите, большинство из нас пользуются интернетом абсолютно утилитарно, то есть это даже не чтение новостей, а если чтение новостей, то это там, не знаю, пять заголовков, которые тебе где-то как-то подсовываются, а там, не знаю, как проехать, найти какой-то рецепт, ну, какие-то вот абсолютно утилитарные вещи. И в данном случае, если говорить там о происходящем в медийном поле, то это вот не очень большая аудитория, и это не пользователи интернета. Пользователи интернета, они на этом играют, ещё какие-то вещи пересылают друг к другу, смешные открытки, ну, ещё что-то делают, всё что угодно, но не участвуют в медиапроцессе. То есть, несмотря на широчайшее проникновение, так сказать, интернета, удельный вес его, вот именно как инструмента медиа, я не знаю, манипулирования, он минимален всё равно, правильно я понимаю? Вот, я думаю, да, потому что, ну, смотрите, в интернете сейчас около 50 миллионов пользователей активных в Российской. В Рунете, да. Посещаемость крупнейших новостных сайтов около миллиона человек в сутки. Ну, охват побольше, предназначен там, охватывают они 5-7 миллионов. Остальные 40-45 занимаются чем-то совсем другим, нежели чем чтение новостей и участие в общественной какой-то жизни. То есть, это такой, интернет, это бытовое устройство, ну, чайник электрический. Просто энциклопедия такая, ну, за большинство, большая. А мне литвистский чайник больше нравится, ну, то есть, типа, можно при желании бегать, обливать кипятком, там, не знаю, сатрапов, а в основном все люди пьют чай тупо. Да, да, вот абсолютно тупо пьют чай, как бы развлекаются, всё-таки какие-то свои проблемы, и новости занимают там, на самом деле, не такую большую часть. Это очень хорошо, что всё-таки ещё пока... А я думаю, что дело не вы ещё пока, а так и будет. Нет, ну, я говорю, что люди не сошли с ума по поводу этих новостей, и все всё-таки живут своей полноценной какой-то бытовой жизнью. Кто-то находит на работу, там. Хотя те, кто пьют чай. Вот, Антон, наверняка же есть в Фейсбуке? Нет, я удалил в свой аккаунт. Правда? Да и месяца назад. Ты серьёзно? Вообще. А почему? Я могу объяснить. Что за интернет-суицид? Вот так вот. А это именно так, как вы оцениваете. Да, у меня там 100 тысяч подписчиков было, правда, 90 тысяч, из которых были какие-то арабские боты, которых мне в Фейсбук нагнал, но всё равно достаточно влиятельный был аккаунт. Я могу объяснить. Во-первых, социальные сети для меня давно уже создавали ощущение какое-то нездоровое, что я от них завишу, что чего-то не хватает, и мне всегда, даже экспериментально, я занимаюсь изучением этой темы очень плотно, ну, с научной точки зрения, было экспериментально проверить, а как изменится моя жизнь после вот того, как я перестану этим пользоваться. Ну, расскажи же. Слушайте, намного лучше стало. Я думал, что, я не знаю, меня про все забудут, а в подозрении, не знаю, с телевидения звонят, с радиостанции звонят, работа у меня прекрасная, работает, она никак не связана с тем, что я пишу в Фейсбук, как бы мои знания... Это профессиональная сфера, хорошо, а личная? Друзья, новые места, интересные впечатления, которые ты, благодаря Фейсбуку, до этого черпал? Никаких впечатлений я не черпал, благодаря Фейсбуку. Ну как, ты никогда не следил за своими друзьями, не смотрел, с кем они там в Турции отдыхали? Слушайте, это так скучно, а! Ну вот поймите правильно, я вот всех лично вас очень люблю, уважаю, всегда буду рад с вами, не знаю, пойти к вам на эфир, попить с вами кофе, и это касается многих-многих людей, но давайте признаемся честно, следить, кто как поел и кто куда сходил в ежедневном режиме, ну вот, ну, правда умеется. Ну, ребята, господи, это такой... Светик, сделай из этого джинга, я очень хочу, вот из этих слов, потому что я пытаюсь, я люблю свою жену, был свидетель, но у нее есть одно маленькое, вот один у нее маленький, она... Она фотографирует еду! Не то чтобы изъян, нет, ну, конечно, ну, привычка. Наташа всегда, где бы мы ни появлялись, она всегда фотографирует, что она ест. И я! Что ем тоже. Что и я! Слушай, ну, прикинь, какое спасибо вам скажут ваши дети, внуки, вы бы сядете, откройте им семейный альбом, а это мы ели в Сан-Франциско, это мы кушали в Праге. Особенно я впечатлила еда 12 января, в 2007 года, посмотрите, прекрасно. Да, и вот сидят дети в Африке, голодающие, читают, что вы ели, и, естественно, это пользуется успехом, потому что, ну, не каждый же может... Понятно, почему это, как бы, почему писать весело, потому что, если ты обладаешь хоть каким-то минимальным талантом сфотографировать свой стейк, то это тут же тебя выделяет из остальной массы аудитории, потому что пишут-то, на самом деле, все равно меньше, чем читают. Там пропорция 80-20 примерно. Но вот если задуматься, ну, правда, что действительно интересно? Да нет, конечно, интересно. Это только на Фейсбуке, но количество людей, которые генерят контент, и те, которые его там во всем интернете. Это во всем интернете. Право аппарата. Как бы мы ни были, какие бы ни были там социальные сети популярные, все равно большинство абсолютно молча читают, большинство даже не нажимают кнопочку лайк там и не пишут никаких комментариев. Но есть маленькая кучка активных, креативных людей, и там не всегда креативных, которые генерируют, генерируют, генерируют контент. И эта кучка небольшая. Вот, знаете, я бы хотел дополнить. Просто мало того, что есть 20% по отношению к 80, которые генерят, а внутри этих 20%, я уверен, что 99% лучше бы они ничего не генерили, чем генерить контент. Нет, точно так же. Лучше бы они производили какие-нибудь, не знаю, жидкости тела, чем генерить контент. Я думаю, там тоже 20 на 80 срабатывает. Ну и так далее, да. Итого, получается, если мы 20% от 20%, это будет 5% где-то. Ну, четверть от 20. На самом деле это так и есть. 5% адекватных. Если вы посмотрите топы, то наверху всех любых рейтингов и позиций, на самом деле, не очень большое количество людей, которые занимают, ну, отнимают существенную часть медиапразума на популярные блогеры, там, популярные пользователи Твиттера и так далее. А потом все это размывается до тех, кто имеет 12 друзей и раз в год постит то, что он съел. Понятно. Я, собственно, почему у нас всплыл Фейсбук-то, я же начал задавать вопрос, и это там было, а, кстати, есть ли ты в Фейсбуке. Так вот, она начала просто такой, что у людей, которые, вот я заметил, удивительные свойства людей, которые зарегистрированы в этой социальной сети, я думаю, что это актуально не только для Фейсбука, но и для ВКонтакта и, там, может быть, даже для, ну, вряд ли, для Одноклассников, но, тем не менее, у них есть полное ощущение, что вот они, они и есть мир. Ну, словно говоря, ты там сидишь-сидишь-сидишь, а потом мне, там, мои знакомые, друзья, приятели, товарищи говорят, слушай, ну, ведь все же полагают, что, и там что-то, и производители, что-то говорят, ну, вовсе не все. Ну, что ты, слушай, ну, все же обсуждают. Я говорю, ну, послушай, ну, какие же все? Вот у этих людей есть твердое ощущение, что они и есть мир. А потом, когда я говорю, что статистически это вовсе не правда, они говорят, знаешь, дружище, самые активные, самые продвинутые, самые умные по определению сидят здесь. Вот они среди нас. Поэтому, когда я говорю все, имею в виду них, в общем, по большому счёту я прав, говорят мне эти люди. Вот как они цинично рассуждаются. Потом начинается драка, но это уже мы опустим. А вот как на это ответить? Как с этим бороться? Как с этим бороться? Всем истинно. Не бороться, не бороться. Просто как пускай Антон прокомментирует. Смотрите, в случае Фейсбука действительно в какой-то момент, да и сейчас, превалирует, конечно, та самая аудитория, которая, ну, типа все. И такая активная, продвинутая и так далее. В случае ВКонтакте это не все, это, извините за выражение, народ. ВКонтакте это народ, а Фейсбук нет. Ну, Фейсбук тоже, на самом деле, все те же самые котики, все те же самые мимы, просто так как Фейсбук такая большая глобальная сеть, там исторически сложилось то, что тусовочка, скажем так, та самая, ну, не знаю, какими словами это ещё сказать. Тусовочка, тусовочка. Тусовочка, она там. И даже несмотря на то, что она там, и там она тоже начинает, как мне кажется, уставать. Хотя, может быть, я субъективен, потому что все те же самые кошечки-собачки, в общем, и тот же Фейсбук давно заполонили. Хотя кошечки, они ужасно милые. Кстати, пользуюсь, может быть, запостим на первую страницу, просто для того, чтобы люди поняли, что мы тоже можем курировать Фейсбук. Мы на первую страницу профилактика ТВ, а? А если запостим кошечку, то они подумают, что мы хотим её съесть. А да, учитывая нашу прошлую тему, ну да, 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 ладно, не будем. Ладно, друзья, тогда мы просто сейчас ненадолго прервёмся. Я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Антон Меркуров, интернет-эксперт, удаливший себя. Совершивший интернет-самоубийство. Интервью с того света. Издаливший себя из Фейсбука. Вот, все послушайте новости, а через минутки 4-5-6 мы вернёмся к нашей беседе. И продолжаем в том же духе, в смысле актуальности, друзья, оперативности, интересности. Антон Меркуров, интернет-эксперт, сегодня у нас в гостях. На чём мы? На чём мы? Да, мы говорили о том, что тут тусовочка маленькая, которая в Фейсбуке есть, она тоже уже подустает. А мне, кстати, это интересно. Она маленькая, другое дело, что я понял, как короче сформулировать вот эту аудиторию. Она, может быть, не такая широкая, но в смысле качества, полагают адепты Фейсбука, в смысле качества, она кого угодно, так сказать, умоет и даст фору. А потому все заявления внутри этой, пускай и узкой тусовочки, они резонансны. Ибо это... Истина. Нет, ну ибо это вот соль земли русской. И нерусской в основном. Ну, всё так и есть, безусловно, потому что большинство людей медийные, умеющие писать. И поэтому, безусловно, какие-то вещи, они резонансны. И возможности социальных сетей, которые позволяют разносить информацию, они никуда не делись. А другой вопрос, возвращаясь к тому же Фейсбуку, что... ну, почему устают? Что тот объём информации, который пытаются в нас впихнуть, как-то очень большой. Если у вас 500 друзей, Фейсбук всерыв из них склеивает какое-то самое... Пытается склеивать самое лучшее. И создаётся иллюзия, что пиаевают... Ну, что мы пиаеваем много информации какой-то ценной. И все как бы... ну, можно же просто новости почитать, в конце концов написать, спросить, позвонить. А интеллектуальная тусовочка образовалась в Фейсбуке, потому что он американский, потому что ВКонтакте, я так понимаю, он те же возможности предоставляет для, собственно, селф-пиара на этих новостях. Подожди, а может быть мы же не знаем. Ну, я спрашиваю. Я про не знаю, просто именно ВКонтакте технически совершенно другая структура. Ну, вроде как нет. Так визуально я смотрю, вроде всё похоже. Антон, ответь. Это технически две разные истории. Во-первых, потому что исторически получились, а во-вторых, потому что ВКонтакте работает примерно 100 человек, там в Фейсбуке примерно 1000, грубо говоря. То есть это всё-таки технически обоснованно, что тусовочка там. Во-вторых, естественно, глобальный сервис. Просто, смотрите, развивалось всё это с того, что кто-то там имел друзей за границей, это было там 5 лет назад, говорил по-английски, умел пользоваться заграничным сервисом, поэтому там и остался, и как-то интегрировался. Тем, кто живёт глобальной какой-то жизнью, понятно, сейчас осуждается депутатами поездки в Америку, там какие-то вещи, но тем, кто глобально живёт жизнью, им пользоваться удобнее глобальными сервисами. Если вы скажете, что какому-нибудь своему заграничному другу, что у меня есть там аккаунт на Mail.ru или ВКонтакте, скорее всего, это ни о чём не скажет. А с глобальными сервисами проще. Вот в Фейсбуке есть и все. То есть Фейсбук сейчас, друзья, это маркер или маркёр. То, что раньше, так сказать, просто на глаз определилось, в 30-е годы, низкопоклонничество перед Западом, а сейчас это абсолютно точный, технически выверенный маркер того, что у вас низкопоклонничество перед Западом есть. Ну, правда. Я читал, в каком-то протоколе было же в последних делах... Силонских мудрецов. Нет, нет, нет. Судили каких-то там людей и написали, что кто-то имеет в друзьях друзей из-за границы. И это как бы... В друзьях в социальной сети. Да, в социальной сети друзей из-за границы. Это официальная формулировка судебного какого-то этого. Что, типа, вот общается. Слушайте, есть еще вопрос. Я просто хотел вернуться в поле правового регулирования интернета. Ты обмолвился в том смысле, что рекламу и блогеров надо оставить, не знаю, в покое. И блогеры не должны платить вот тот самый налог с доходов. Ты правда считаешь, что блогеров... Они своя субкультура, они там экономическим законам и реалиям не должны подчиняться? Вы знаете, я считаю, что блогеры, которых я подчеркиваю, очень немного. Ну, блоговых немного, да. Да и тех, кто зарабатывает хоть какие-то существенные деньги, их действительно немного. И на фоне любого другого бизнеса, не знаю, торговля цветами, я сейчас от балды могу сказать, торговля колбасой, вот эти десятки людей абсолютно ничего не значат. С точки зрения доходов в бюджет. Поэтому, чтобы платить налоги и быть, не знаю, финансово грамотным, это правильно и хорошо. Ну, здесь принцип, мне кажется. Принцип, либо все равны перед законом, либо мы блогеры, мы можем... Либо есть блогеры. Мы можем трогать маленьких девочек, не платить налоги и ездить на открытых тачках. Ну, грубо говоря. Я протестую. Открытые тачки я требую оставить не только для блогеров. Зимой. Вот я просто требую. Ну, я образно... И прошу внести это в протокол сионских мудричков. Мы просто блогеры, да, перед нами кух. Или нет? Вы знаете, я просто не считаю это какой-то, не знаю, важной проблемой, которая стоит глобального обсуждения. Ну, даже не то, что обсуждения, глобального внимания. Но, правда, есть 10 человек, которые зарабатывают, но самое большое... А ты знаешь их имена? Ну, Тёма, Илья Варламов, Сергей Доля. Вот взять, посмотрите, там, топ Яндекса. Какие-то там политические товарищи, которые отмывают бюджеты наших и прочие вот эти. Ну, с этими понятно. Вот они пусть ещё налоги платят. С тех самых денег, которые они подсовывают, тех самых смет, как они что разместили. Но это реально десятки человек, которые зарабатывают, ну, приблизительно, около миллиона рублей в месяц. Так это же стало резонансным только потому, что блогеры возмутились. Ну, в принципе, это логичное абсолютно заявление. Друзья, ну, в принципе, блогеры, наверное, такие же люди, такие же граждане Российской Федерации, должны платить своих доходов налоги. И вот такое широкое обсуждение получилось только потому, что блогеры в один голос возмутились. Как мы? Мы же тут. А вы пойдите, докажите, что это реклама. Ну, и началась вот эта вот каша. Нет, не поэтому, а потому что это блогеры. Это если проводить аналогию, как господин Медведев приходил на журфак. Если бы он пришёл не на журфак, а в больницу, где врачи не имеют такого обилия аккаунтов, не такие медийные, не так хорошо пишут, вряд ли бы был такой масштаб возмущения. Конечно, если наезжать на людей, которые обладают медийной мощностью, будет возмущение. Всё очень просто. О чём и речь, собственно, да. Это на пустом месте, мне кажется. Возня за 100 тысяч. Да, возня за 100 тысяч. И предположим, смотрите, все сейчас сделают себе, испугаются, потому что, сами знаете, в этой стране всё непредсказуемо. Сделают ИЧП, заплатят налоги, как-то всё это проведут. Государство получит лишний миллион рублей в бюджет, предположим, в месяц будет получать, на фоне, там, ярдов, которые пилятся и куда-то пропадают. И проблему закроют, но стоит она вот всей этой возни, я думаю... Не, не стоит. Дело в принципе просто. Давайте вернёмся к тому, с чего мы начали. Антон обещал... О чём ты ещё говорил? Про чёрные списки, да? Да, про чёрные списки. Как это всё весело работает. Ну, расскажи, как это работает? Как это работает? Это работает, я не буду в эфире рассказывать, какие я сайты пытался посмотреть, но вот у меня из дома уже не работает какое-то количество сайтов мне интересных. То есть технически? А-а-а. Я это обхожу, вот реально есть миллион программ, VPN там, которые позволяют всё это сделать. Любет, ты должен сейчас пояснить, потому что если мы говорим о чёрных сайтах, и в чёрные списки люди для себя представляют сайты, попадают, ну, мягко говоря... Федосфелия и наркомания. Нет, это не федосфелия. Я могу сказать. Какие сайты, ты говоришь, очень нужные для меня сайты, уже я не могу посмотреть. Ну, смотрите, всё, что касается выращивания любых растений гидропоническим способом. Это способ без использования земли. Грунтом. Да, грунта. И если вы ведёте гидропонику, там, не знаю, как её выращивать, вы попадёте на кучу закрытых сайтов. Если я решил заняться садоводством, то поверьте мне... В перспективе нет у тебя в вашей стороне. Ну, ты же сейчас сам тоже лукавишь немного. Ты прекрасно понимаешь, что для большинства интернет-пользователей так точно активных гидропоника — это такая прямая отсылка. Нет, нет, нет. А если ты, подожди, а если ты вот не хочешь растить коноплю? Нет, подожди. Притянутый за вашу пример. Это ты сейчас испорченный. Я вот тебе могу уверить, что намного больше людей, которые заходят и пишут гидропоника, хотят выращивать помидор гидропоникой, клубнику. Ну, это на самом деле так. По слову гидропоника закрывают, что ли, сайт? Гидропоническое выращивание? Происходится следующим образом. Я не знаю, как работает действительно алгоритм, но он примерно такой. Сидит сотрудник какого-то соответствующего там надзора, вводит слово, предположим, не знаю, гидропоника. Находит сайт, смотрит. Ага, про наркотики. Давайте его раз и закроем. Сайт закрывается. Тут же, спустя там часы, сайт открывается на другом домене где-то, естественно, понятно. Есть еще куча других сайтов, но вот раз и закрыли. Хорошо, про самоубийство вообще отличный пример. Я хотел бы людям сказать, что, друзья, вот сейчас, я сейчас зашел, нашел несколько гидропонических сайтов. Короче, если вы вначале напишите помидоры гидропоникой, то ничего не будет. Ну, правда, хорошо, открывается очень помидоры гидропоника в домашних условиях. Все реально работает. А если марихуана гидропоника? Сейчас попробуем. Пока-пока рассказывай, пожалуйста, про... Да, а теперь, собственно, к не самым очевидным вещам, которые касаются самоубийств и прочих вещей. Этому посвящено очень много юмора, этому посвящено очень много дурацких, недурацких сообщений. И тут вот даже Твиттер заблокировал твит одного из адекторов Ленты.ру, который был какой-то, ну, вообще смешной. Типа, я сегодня убился, завтра еще убьюсь, еще это прикольно. Это цитата твита, который запрещен в пределах Российской Федерации, при этом прекрасно открывается из других стран, естественно. Русскоязычные пользователи в других странах и туристы его видят. Филология, лингвистика отстает от жизни. Да, лингвистика отстает от жизни. И главное, это все... Есть эффект стрейзент. Извини, Барбары? Да. Мы вернемся, вернемся. Слушай, это вот новое было, как ты сказал, эффект стрейзент? Да, это эффект стрейзент. Появился он некоторое количество лет назад, ну, грубо говоря, лет пять назад, сейчас боюсь соврать. Некий фотограф, никому неизвестный, сфотографировал дом Барбары стрейзент. Так. Появилась эта фотография в каком-то агентстве, там продавалась, никому неизвестно, кому нужна Барбара стрейзент, ее дом. Но тут госпожа стрейзент публично выступила и попросила, пожалуйста, убейте из интернета фотографии моего дома. Спустя часы копий фотографий никому, в общем-то, не нужного дома растиражировалось сотнями тысяч штук, и, естественно, невозможно было удалить. Это назвали эффектом стрейзент, как бы вполне себе официально. И к чему, собственно, мы идем? Я вот просто хочу на этом акцентировать внимание, что любая попытка сейчас что-то запрещать, тем более что-то не очень очевидное, если в случае педофилии тут нету двух трактовок, все согласны, что это уголовное преступление. Во-первых, все согласны, во-вторых, это прописано и формализовано в уголовном кодексе. Да, в уголовном кодексе. Но как только речь касается вещей, не прописанных в уголовном кодексе, которые можно трактовать сколько угодно, как только государство пытается их запретить, они копируются, во-первых... Возбуждают дополнительный интерес. Дополнительный интерес. И вот, поверьте мне, намного больше интереса сейчас ко всему тому, о чем говорят наши чиновники, проявляется. И вред больше сейчас наносят они, потому что люди идут, смотрят, читают, некоторые вникают и так далее. А может быть, даже и не заметили. Это так, как история с Викторией Дайнека, которая у себя в Твиттере неожиданно написала ответ. Твиттер, да ладно, ну не похож я на Сашу Грей. И все кинулись изучать, куда такая Саша Грей. Слушайте, а может... А похоже ведь, правда. И вот теперь Виктория Дайнека похожа на Сашу Грей, сама стала цена. А начала она ведь? Да, сама начала эту войну. Я думаю, что это был пиар. Да нет. Как убьют? Смотри, все теперь только это обсуждают. Похоже, не похоже. Все залезли, изучили работу Саши Грей последней, творческие находки, так сказать. И Виктория Дайнека. И суть совпадает. Да, формы немножко разные. Чисто технически, при современном уровне грамотности интернет-пользователей, возможно, вот если мы прям задались целью, бросили, там утроили силы, возможно запретить вот все, что хотят запретить? Нет. Невозможно чисто технически? Это чисто технически невозможно. И не будет возможно. Я чуть-чуть на секунду сакцентирую на этом внимание, что когда говорят запретить, закроем и т.д. и т.п., это технически невозможно. Сейчас невозможно. Понятно. Потому что строилось все это, исходя из совершенно других, как бы сказать, дискурсов и парадигм. Хорошо. А если мы сейчас вдруг поймем, что это тоже такое же пространство, пускай и оно виртуальное, и начнем мощно продуцировать разного рода устройства, механизмы и программы, может быть, будет теоретическая возможность все это закрыть? Или сам принцип существования интернета не допустит такого закрытия? Или это будет не интернет? Во-первых, принцип существования, во-вторых, тут как в случае с государственным, так интернет, с одной стороны, трансграничен, с другой стороны, все-таки каждое законодательство каждой страны как-то регулирует, будут появляться интернет-офшоры, будут места, где будет все хорошо, свободно и т.д. Очень понятно. То есть как-то это будут обходить? В Китае это проблема айшина. Вы можете приехать, настроить VPN, пожалуйста, все работает. С другой стороны айшина, с другой стороны, смотри, единственный фаервол, который работает, это внутреннее согласие с политикой партии. Это фаервол, который безотказно работает. Да. Вот надо воспитывать так людей и как бы хорошему учить, чтобы внутренне не захотелось ходить на какие-то там сайты, читать какие-то глупости и морально разлагаться. Ну и поменьше провоцировать самим, я имею в виду. Да, конечно, потому что тут по большому счету, но только воспитание. Понятно. Ну что ж, мы так почти все... По-хорошему. Смотри, ведь они же... Не надо было устраивать никакую компанию. Надо было просто втихаря начать запрещать и закрывать, правда, действительно, ну вот плохие и ненужные сайты. А втихаря не получится в интернете? А как, подожди, вот, допустим, у тебя сайт, например, 13-летней голой девочки.кузичев. Так, нет. Куз протестую. Хорошо, .куз. Так вот, я государство, я закрываю твой сайт. Ты что, будешь кричать? Вы знаете, а у меня была же педофилия, у меня государство ее закрыло. Не будешь ты этого делать? Нет, если на этот сайт ходил один человек, то есть ты, как известно... У меня голод аккаунт. Да, то особого резонанса, конечно, не будет. Слушайте, мне кажется, в ситуации, когда вы можете просто по почте обняться фотографиями, нет смысла сайт открывать. Ну, фотографии, да, мы у тебя берем, так что уже трое. Хорошо. И не нужно втягивать в это дело государство. Нет, но на самом деле, хорошо, если про педофилию, то, что, так сказать, подвергается совершенно однозначному отношению общества, это да. А вот если скажем, например, что-нибудь другое, не педофилия, то же самое вот суицид, или даже марихуана, простите, прости господи, не к ночи быть помянута, я вам скажу, резонанс будет большущий. Как только ты втихаря закроешь, это будет громадное обсуждение и резонансы, и рассказы, и так далее. Я хочу еще одну очень маленькую важную вещь добавить, что я общаюсь много с чиновниками, заседаю в разных там комитетах и так далее, хожу. Такое ощущение, что этим законодательством, вообще все этими действиями подразумевается, что народ дебилы. Вот кроме шуток, когда смотришь, думаешь, вот знаете, мы им сейчас все закроем, мы им выставим только правильные книжки, покажем им только правильные сайты, потому что люди у нас дебилы, они не понимают, что хорошо, что плохо, и поэтому нам надо им показать. И такое ощущение, что, не знаю, люди не поймут, что с ними делают. То есть ощущение, что вот реально там какой-то народ ходит. Ты знаешь, вот смотришь иногда новости, например, пьяный человек, который еще и накуренный марихуаной сбил семерых детей, или постоянные какие-то выходки... Что далеко ходить? Смотришь иногда наши смс-ки и думаешь, а может, Антон он не так уж и не прав? Да. Ну вот когда... Вот эпические, исторические вопросы... Может, когда нужно контролировать толпу, в первую очередь надо контролировать дебилов, а уж умные люди, они, ну, смирятся, выдохнут и скажут, ну, согласны, зато мы можем на улицу выходить спокойно. Тоже тут, знаешь, вот дискуссионные такие вопросы. То есть лучший аргумент против демократии, это посмотреть в глаза потенциальному избирателю. Абсолютно. А ведь мы на днехто обсуждали, ну да. Я задал вопрос ребятам, а неужели вот мой дядя Коля сосед, то есть он имеет, вот он идет тоже такой по улице вышагивает, такое же право, как и я, имеет выбирать судьбу моей страны? Нет. Хочется мне ответить. Дайте мне монархию хоть какую-нибудь. Конечно, мы здесь просто втроем собрались, люди, которые в первых же рядах выйдут с виллами против демократии. Да, то есть мы построим с виллу на парк. Мы монархисты. Хочешь к нам? Хочу. К вам всегда. Друзья, нас уже четверо. Сделай сайт и приходи. Чтобы хоть что-то с собой было. Слушай, знаешь, я хочу, чтобы Антон сейчас так проанонсировал одну из бесед наших, которые, я уверен, случатся в будущем. В двух словах. Вот у нас ровно минуту до конца беседы. Расскажи про этот лунопарк. Про этот город. Слушайте, я еще не договорился с этим, но есть проект, который называется «Страна детей». Это проект гигантского детского лагеря, мега-современный, мега-крутой и мега-продуманный. Я постараюсь кого-нибудь оттуда вытащить. Нет, мы сейчас пока не объявляли, что обязательно, но просто мы постараемся. Да, но это вот самое интересное, что случилось со мной в этом году, а то и за последние несколько лет. Илюха, ты не понял, о чем мы говорим. Проект огромного детского лагеря, очень продуманного, прямо такой город детский. Я просто говорю про то, что на самое интересное мы вышли за 8 секунд до конца эфира. А мы просто договорились, Антон, этих людей. У нас там 10 миллионов детей, свои гастарбайтеры, своя полиция, своя коррупция. Все на берегу моря еще, к тому же. Все основано на конфетах. Нет, обалдеть вообще. Все, друзья, прощаемся до следующего часа. В следующем часе мы в режиме интерактива обсудим с вами что? Обсудим. Обсудим то, что обсудим. Таксистов. Нет, таксистов сейчас я не могу найти подтверждение. Моральный и нравственный облик, друзья, нашей публики, наших граждан. Вот того самого электората, про которого мы здесь уже начали говорить. Все, благодарим мы от всей души Антона Меркурова, интернет-эксперта, нашего постоянного автора, за что ему громадное спасибо. Спасибо. Вам спасибо.